Ну, что сказать насчет переноса игры с БТ на сентябрь, по-моему, на 25 число. Мы, все клубы, кто участвует в чемпионате, к сожалению, сами проголосовали за такой регламент, который позволяет при определенных обстоятельствах обращаться в Федерацию о переносе игр. В данном случае это повод выступления БТ в Еврокубках. Так что деваться, видите, особо некуда. БТ имела право обратиться в Федерацию, оно обратилось. Оно, насколько я помню, по регламенту не обязано испрашивать у нас в данном случае разрешение. Мы, тем не менее, свою позицию Федерации высказали, что только в рамках тура переносы готовы были сдвинуть это на 18 число. Ну, а дальше уже решение Федерации. Скажем, Федерация пошла, видимо, по той практике, которая у нее сложилась годами. Обычно они рассматривали такие вопросы. Нам, конечно, это решение неудобно, неприятно. Даже мне, я не ожидал, очень многие люди пишут, кто-то расстроен, кто-то растержен. Хорошая атмосфера это не создает. У нас город живет футболом, область живет футболом. Все были, очень ждали этой игры, все знали, что это за игра. И хотели ее, и мы ее хотели. Ну, к тому же мы деньги потеряли. Потому что мы к матч-дею готовимся всегда очень так предметно. Более того, в этот раз мы и на телевидение потратились за свои средства, потому что уже кое-что пооплачивали. Хотели эту игру, которая обещала быть красивой, снять на 16 камер. Поэтому сейчас все придется списывать на невозвратные потери и думать, как все это организовать в сентябре, если, конечно, погода позволит. Вообще, скажу, что переносы игр это ослабление чемпионата. Переносить можно только в рамках тура, но не на сентябрь, не на октябрь. В рамках тура, например, с пятницы по понедельник максимум, не более того. Я думаю, что где-то здесь и нашей федерации в том числе не хватает последовательности, что ли. Много таких шараханий из стороны в сторону, несистемности. Много левых людишек вовлечено в разные процессы с правом голоса. И они далеко не всегда профессионалы. Можно быть заслуженным человеком, но это не значит, что ты будешь профессионал. В административной части. Будь моя воля или власть на федерации, я бы в будущем просто запретил переносы на более поздние сроки. Только в рамках тура. Почему? Потому что если команда будет знать, что ей не удастся откинуть игру на более поздний срок, на сентябрь, на октябрь, то она вынуждена будет более серьезно подходить к комплектованию. И комплектоваться более качественными белорусами, более качественными легионерами. Более внимательно, что ли, надо относиться к организации медицинской службы. Потому что когда большой лазолет в середине сезона, ну это вопросы ко всей цепочке. Начиная от врача, заканчивая реабилитологами и так далее. Также хочу сказать, что качественное комплектование, оно приведет к тому, что легионеры наконец-то не будут, как у нас часто водилось, услужить отдельной статьей доходов для спортивных директоров всяких, скаутов всяких, и которые через своих карманных агентов решают свои карманные интересы путем покупки ноунейм товара. Конечно, у ряда клубов может возникнуть вопрос, что, допустим, нет денег на более качественные комплектования. Но если нет денег, то вы и не претендуете на Лигу Европы и на Лигу Чемпионов. Это понятно. И тогда автоматически отпадает вопрос о вашей заинтересованности в переносах игр из-за того, что вы выступаете в Лиге, ну в Еврокубках. Батэ обычно говорит, что чем дальше они пройдут, тем будет выше коэффициент для страны. Это правда. Это важный аргумент. Что, мол, у Ефа там больше денег будет подкидывать на федерацию, в частности на детский футбол и так далее. Ну, вот это уже сказки Венского леса. Свои деньги мы сами заработаем. Все остальные аргументы, кроме коэффициента страны, они выглядят как прикрытие своих ошибок, в первую очередь медицинским штабом, скаутскими службами. Поэтому комментировать мне больше нечего. Безусловно, выскажусь совершенно однозначно. От практики переноса на более поздние сроки надо уходить. Иначе, как были провинции, так и останемся. Все строится на таких вот малюсеньких моментиках, из которых складывается престиж и значение чемпионата в мире, болельщиков в мире, спонсоров и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok